Девушки отдыхают В Магнитогорске восстанавливается серия, которую мы начали примерно 6 лет назад, немножко на другом канале. Серия эта под названием «Стиль жизни в Магнитке». Что такое Магнитогорск? Магнитогорск это промышленный город, в нем люди живут довольно сложной судьбой. И как это им удается развиваться, получать прибыль, поднимать своих детей, вот об этом, собственно говоря, эта серия. Ну а начнем мы с рассказа о «Стиле жизни Магнитогорского телевидения». Итак, вернемся примерно на 60 лет назад. Тогда эта история только начиналась. Кто-то может сказать, что такого, собственно говоря, интересного в «Стиле жизни Магнитогорского телевидения». Я вам скажу. История эта имеет множество интересных страниц. Есть в ней и горе, и разочарование, и торжество. История эта началась примерно после войны, когда в Магнитогорске появилась студия кино. У истоков этой киностудии стоял тот человек, которого сейчас нет с нами. Мы его похоронили 4 года назад. Это мой учитель, Валерий Геммерверт. Настоящий корифей, который знал, как работать. И, соответственно, этими знаниями он поделился. Поделился не со многими. Но я в числе и счастливчиков. Так вот, тогда это были небожители. Им было позволено многое. И на телевидении, а точнее на кино тогда молились. Единицы, а другие не уживались в этих творческих коллективах, делали действительно искусство. У Геммерверта были многие достижения. Многие из его фильмов завоевывали первые места. Что случилось потом, это уже совсем другая история. Но те основные понятия, то, что закладывалось, и то, с чем люди жили, оно сейчас хранится. Хранится не у многих. И только немногие сейчас могут делать настоящее телевидение. 60-е, 70-е, начало 80-х годов прошлого века. Золотое время, время магнитогорского телевидения, магнитогорской студии кино. Никакой коммерции, энтузиазм, поиск чего-то нового, портреты людей, люди в интерьере, руководители. Все это требовало постоянного внимания партии и правительства. Страна росла, развивалась. И не было, да не было таких амбиций. Центропупи и всего остального. Но заказы фильмов шли. Делались юбилейные, постановочные, документальные фильмы. Все это требовало больших человеческих и материальных затрат. Ну, сказать только, что съемочная бригада – это оператор, соответственно, режиссер, журналист, ассистент оператора, осветитель. Ну, и, соответственно, специалист по звуку. А потом проявка, монтаж, озвучка. В общем, над созданием такого фильма, который мы вам сейчас демонстрируем, люди трудились, ну, не неделю точно, а как минимум полгода. Ну, и, соответственно, гонорары были соответствующие. Зарплата большая никто не называл, но все вопросы решались. Решались руководством, выдавались квартиры. И люди ездили, ездили, отдыхали, чувствовали нужными себя, нужными городу, их узнавали. С ними было приятно общаться. Таких людей было немного. Операторов – четыре человека. Ассистентов – ну, те, кто потом стали операторами. Еще меньше. Кто из них остался? Да я их назову всего четыре. Это Андрей Хиловский, Юра Бакуров, Юра Пыриалин и Нелли Смирнова. Да, больше никого не осталось. И, соответственно, навыки, казалось бы, были утрачены. Но не всегда и не везде. И только немногие сейчас могут позволить себе создавать настоящие шедевры. Для того, чтобы, ну, объяснить, почему, собственно говоря, техника кино и телевидения является искусством, я вам сейчас объясню. Не каждый держащий камеру снимет классный материал. То же самое, как не каждый, умеющий писать, напишет хороший текст. И не каждый держащий микрофон сможет грамотно задать хороший вопрос. Ну, люди, которые работали здесь, за моей спиной, на магнитогорской студии телевидения, это умели делать. И умели делать это профессионально. И они рассказывали о тех, кто умеет стоять у станка, о тех, кто умеет, ну, водить комбайн и собирать прекрасные урожаи. О тех, кто руководит этими людьми, соответственно, и чье хозяйство работает как передовики производства и колхоз-миллионеры. И только немногие из передовиков могли себе позволить классный и серьезный фильм. Ну, а те, кто могли, честь им и хвала, соответственно. Ну, а затем, в середине 80-х наступило странное время. Да, КПСС решила, что в Магнитогорску не стоит иметь собственную студию телевидения. И студия закрылась. Но корпункт остался. А затем уже, а затем уже наступили совсем грустные времена. Когда никому не было времени ни до чего. И тогда наступило время бартера. Кто-то может вспомнить время бартера, ну, скажем так, плохими словами. Денег не было. А вот на телевидении внедрилась такая фраза, взаимозачет. Ну, это когда вы уважаете и вас уважают. И, соответственно, у вашего начальства есть большие возможности реализовать все то, что нельзя было реализовать ранее. Ну, и так, вы студент такой, молодой, хороший, красивый. Приходите к благодарному руководству, задаете вопросы. А как насчет квартирки? Да, пожалуйста, государственная студия сделала фирму, допустим, для треста магнитостого. И вот он, квартирка. Ну, и это время рано или поздно закончилось. И наступило время рынка. И вместе с рынком пришел голод. Вроде хотелось что-то купить, а было не на что купить. И голод был, кстати, не только обычный, человеческий. Ну, кушать хотелось, знаете ли. Нет, был еще информационный голод. Всего два телевизионных канала, по которым то ГКЧП выступал, то непонятно что показывали. И в это время администрация города пыталась создать, кое-как накормить магнитогорцев. А другие люди, а другие люди решили организовать, кстати, первые городские телевизионные каналы. Это был 34 канал и 41 канал. Эти каналы здравствуют и поныне. Но только подход был несколько разный. Если 34 демонстрировал нам художественные фильмы и, соответственно, кодировал все это им населением, вынужден был устанавливать Т-образные дешифраторы, то 41 никогда не был закрытым. И в начале своей деятельности он развивался как первый городской канал. А дальше телевизионная история ускорилась и набрала такие обороты, что он будет не просто интересно, а еще и познавательно, поучительно. 1994 год. Молодой амбициозный парнишка решил сыграть в телевидении. Появился 4 канал. Так, идем дальше. Вроде бы все устаканилось и все стало нормально. Тут и выборы, и битва, соответственно, за губернаторское место. Затем другая битва, уже за ненаглядный комбинат. Ну и, соответственно, эта мощная структура решила приобрести себе отдельный телевизионный канал. Что дальше? Ну, дальше первые рекламные ролики. Ну и я, соответственно, их тоже делал. И, соответственно, умение это осталось и до сих пор. А дальше? А дальше дефолт. Сложно. Соответственно, была поставлена только одна задача. Каким-то образом выжить. Выжили те, кто занимались новостями. И вот он. 2001 год. Все в новостях. А мы, как всегда, на коне. Мы создали автостоп. И дальше, и дальше ребята поняли, что можно жить не только тупой и непонятной коммерцией. Что мы будем делать сегодня? А сегодня мы и еще немножко дадим вам возможность проанализировать ситуацию. И теперь самый интересный вопрос коммерции. Как заработать деньги на телевидении? Сейчас, сегодня? Или два-три года назад? Казалось бы, все очень просто. Можно продавать эфирное время. То есть изготавливать те самые рекламные ролики. Эффективность, ну, скажем так, довольно сомнительная. Тем более, что сейчас, когда изготовление рекламных роликов это совершенно другая статья расходов, все перешли на что? На текстовое объявление. Ну, и, скажем так, обилие телевизионной рекламы меня лично утомляет. Да, я думаю, и вас тоже. Соответственно, стоит ли вбухивать, ну, скажем так, десятки тысяч рублей в вещи не совсем понятные? Опять же, решать вам. Или же вы хотите показать свое преуспевающее дело? Может похвалиться? Может поделиться опытом? Есть и такая возможность. И опять же, где это все можно сделать? К сожалению, государственное телевидение сейчас ну, обрезали по самой неболусе. Есть другое телевидение, корпоративное. И в результате вы, конечно, обязаны будете просто в каждом сюжете пару ласково говорить про могучий комбинат. И тут я не стал бы никого обвинять ну, в акционировании или еще в чем-то. Ну, не я строил комбинат, собственно говоря, не мне судить. Хотя, скажем так, благодаря, этому акционерному обществу у нас есть прекрасные дороги, да и жизнь в Манитогорске, в общем-то, не так уж и плоха. И, соответственно, давайте обратим внимание на другие серьезные каналы. А серьезных каналов не так уж и много. Ну, согласитесь, ТНТ – это для любителей, скажем так, покопаться в чужом грязном и, скажем так, не самом свежем белье. Телеканал СТС, да, вопросов нет. Но, опять же, молодежно-развлекательный, ну, и там вы, собственно говоря, меня и видите. И вот тут мы говорим о патриотизме, о чувстве Родины. Да, между прочим. Для кого-то это осталось главным. И вот, пожалуйста, телеканал «Звезда». Новый передатчик. Есть обширные возможности. И, соответственно, если вы работаете не только на благо себя, но и смотрите в будущее, вы можете себя там реализовать. Благодаря нашим дум-проектам, которые, кстати, вас не сильно и обременят. Единственное, что мы говорим, что здесь не будет рекламы. Здесь будет честная и правдивая информация о вашем бизнесе, о вас. Успешном или не очень. Даже если у вас есть проблемы, мы постараемся эти проблемы решить вместе или посоветовать, или найти пути решения ваших проблем. И, соответственно, мы постараемся сделать эти передачи как можно более доступные самому широкому кругу зрителей. Потому что именно на них мы и работаем. Так вот, и даже финал жизни, осень, это начало нового. Начало новых проектов. И хочется творить, видя вот эту всю прекрасную желтизну, октябрьскую желтизну нашей южноуральской осени. Творить мы будем, будем создавать интересные материалы. Не будем вас напрягать, но будем стараться вместе делать жизнь в Магнитогорске веселее и красивее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok